Многодитная мать Анастасия Осанова обращается ко всем неравнодушным людям оказать ей помощь. После рождения четвертого ребенка супруг, не выдержав сложностей, ушел из семьи. Осановы вынуждены жить на детское пособие. Это всего чуть более 5000 рублей. И этих денег едва хватает заплатить за коммунальные услуги. Сейчас они могут остаться без газа и света. У меня задолженность. Газ на обрезание стоит. У нас свет много нагорает. Газ две с половиной у нас ежемесячно. И свет 1600-1300. По-разному. Анастасия обратится за помощью не к кому родители умерли. Самостоятельно погасить задолженности девушке будет непросто. Новый год для детей Анастасии – мечта. Купить даже самые недорогие продукты на праздник они позволить себе не могут. У меня есть мечта, чтобы у нас на Новый год не как в том году. Было все, как у моих подружек. Хороший стол с едой. В том году у нас в Новый год был одной булкой хлеба. Без ничего больше. У меня, получается, еще 3 января день рождения. В общем, не планируем Новый год праздник в этом году. Просто не потянет. В преддверии новогодних праздников генеральный директор телерадиокомпании «Миллет» Арвин Мусаев навестил семью. В преддвериях Нового года мы не могли оставить без внимания эту семью. И совместно с сотрудниками телеканала выехали, поздравили детей с Новым годом, оказали посильную материальную помощь. Ну и просим всех наших телезрителей подключиться к оказанию содействия семьи Асановых в их проблемах. И в преддвериях Нового года не оставить их без внимания. Дети верят в эти новогодние праздники. Дед Мороз, наконец, порадует их подарками. Семья нуждается в вашей помощи. Телефон для связи. Плюс семь. Девятьсот семьдесят восемь. Восемьдесят девять. Пятьдесят три. Семьсот. София Шукурова, Эрвина Миралиев, телеканал «Миллет».